Если я за барной сойкой нахожусь одна, это означает, что в нашей студии появились гости. Я их уже готова представить. Это Сергей Федин, заведующий отделом контроля и координации строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Крым. Доброе утро! Доброе утро, ведущие. Доброе утро, телезрители. Всем приятного дня и всего наилучшего. Мы готовы вам то же самое ответить. Хорошего дня вам. Надеюсь, что ваше утро, хоть и началось, наверное, рано. Все-таки бодро. Нет, ничего. Это для вас привычно. Просто пропустил зарядку. Ну вот сразу тогда главному нашему вопросу. Зарядка и демография как-то связаны? Абсолютно так. Дело в том, что сам проект демография включает в себя пять проектов. Ну, как? Есть национальный проект, демография, который включает в себя федеральные проекты. И эти федеральные проекты – это финансовая поддержка семей при рождении ребенка. Это что? О том, что сейчас бурлят все средства массовой информации. О том, что наш президент в обращении к федеральному собранию сказал о том, что при рождении первого ребенка более 400 тысяч. Дальше идет содействие и занятие женщинам, доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Это как раз вот та тема, по которой я, собственно, и собирался сегодня доложить. Следующее – это укрепление общественного здоровья, старшее поколение, ну и, соответственно, спорт – норма жизни. То есть вы свои деньги… Сергей Александрович, можно я прямо сейчас ворвусь в вашу беседу, потому что, ну, действительно, очень обширный нацпроект «Демография». Он предполагает, как мы уже услышали, несколько ключевых этапов. Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас находится строительство детских садов? Потому что это тоже очень большая, обширная тема. Это как раз вот второй пункт – это обеспечение занятий женщин, чтобы детям до трех лет было куда пристроиться для того, чтобы работать. На каком этапе развития? Сейчас, в настоящий момент, в этом году мы сдали по региональной адресной инвестиционной программе и по нацпроекту школу в Жигульной рощи, микрорайоне Жигульной рощи на 280 мест. Сейчас, в настоящий момент, ведется у нас работа еще по семи школам. Эти школы в различных районах, они находятся. Сейчас вот у нас есть микрорайон Жигульной рощи, еще два детских сада строятся в общей сложности на 500 мест. В городе Мира строится один детский сад, в Бахчисарайском районе, в Песчаном строится детский сад. И, в принципе, что-то я пропустил. А, в поселке Маловидное на Бахчисарайском районе на 250 мест строится также детский сад и в микрорайоне Крымская роза. Сергей Александрович, вот я знаю, что одним из таких трендов современного градостроительства – это модульные здания. Вот эти вот детские сады и школы, они модульные или капитальные? Нет, это капитальные. Благодаря вам все жители Крыма увидели то, как построена школа на 1100 мест, тоже в декабре этого года сдана, так же, как детский сад на 280 мест. И это капитальные здания, которые сейчас, вот перечисленные мной здания, они уже сейчас находятся в стадии выхода строительства первых этажей. Где-то в каких-то, где-то только цокольный этаж выстроили, но это капитальные здания, да. В какие сроки планируется реализовать, скажем, эти здания? Ну, все вот эти вот семь перечисленных моих объектов – это декабрь, да, декабрь 2020 года. То есть сейчас все идет ровно, успеваете и выкладываетесь в… Я скажу дальше, вот наш министр, Михаил Михайлович Храмов, частенько на этих объектах бывает, и он не дает им, подрядчикам и заказчикам расслабиться, поэтому темпы идут хорошие довольно. Есть отстающие, но все идут в графике. Сергей Александрович, вновь построенные школы и детские сады. Сколько все-таки суммарно обеспечат мест для детей и, скажем так, насколько это покроет тот дефект, скажем… Дефицит. Дефицит, да, вот это слово. Ну, суммарно 1530 новых мест будет до 2021 года. Причем в 2021 году у нас остается, я немножко ошибся, у нас 140 мест, последние мы в 2021 году сдаем. И также, если рассматривать этот вопрос на будущее, то планируется у нас до 2022 года 4250 мест детские сады. То есть, вы знаете, это довольно-таки серьезная заявка на то, чтобы детишки реально позволили своим мамам работать и зарабатывать им средства. Сергей Александрович, я и Антонина, мы присоединяемся, наверное, ко всей телерадиокомпании, желаем, чтобы ваши благие цели были реализованы и действительно демография в нашей стране повысилась. Спасибо вам большое и вам огромных успехов в работе, чтобы у вас все получалось. Я напоминаю, что в гостях у нас был Сергей Федин, заведующий отделом контроля и координации строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Крым. Надеемся, что в скором будущем в очередях стоять не придется за своим местом, так сказать. Ну, а наш эфир продолжается и хотелось бы посмотреть наш следующий сюжет, который подготовила Дарья Шарипова. Стояла ли она в очереди для того, чтобы пройти небольшое медицинское обследование?